приветствую доброго времени суток всем кто меня видит и слышит с вами как всегда гарги и это уже пятнадцатая серия аниме монстр так что-то у нас убор это его что ли не от нее это это не на или она не на на короче это один тот же человек такая еще не заходила если собралась промышлять предъяви федеральную лицензию вот проституток без лицензии одни неприятности легальный промысел ничем не лучше лицензия шла бы ты домой а если он разрешит уже лучше верно сведи меня с ним с ним о ком ты говоришь сколько раз надо прийти чтобы его встретить этого мужчина за это малыш малыш она за кем-то охотится малыш стоп глава 15 будь моим малыш будь моим малыш ловить руками запрещено галкипер из тебя никудышный меня правило никак не касается этот тип куда он ушел что за ним приступили тип тэнма говорю тэнма он нашел того человека которого искал и велел не оставаться под присмотром дяди геккеля я что еще должен за тобой приглядывать ничего себе шуточки как же я ненавижу детишек как как мочудила до сих пор не позвонил судя по всему собирает беспризорников по улице а то договорились же срубить деньжат на подпольных операциях надо всерьез бить в цель черт возьми как он хорошо принял да придем что ты вытворяешь сопляк как он руками касаться нельзя я же предупреждал получи желтую карточку заткнись такой фиг не бояться таки жить не стоит за эти пререкания получит раз задание как он ребенка на него оставил это же франкфурт на майне центральный вокзал классно нарисован франкфурт вокзал сто процентов скопировано франкфурт это кто это тот этот фараон как как там в германии положено их называть короче легавый который это забрал тогда анну с темой то что с ним что опаздываешь быстрее давай товар он что наркоша быстрее ты чё кто это давненько не виделись комиссар мейснер давненько давненько доктор тема привет точно вы тогда ко мне так и обратились пистолет пистолет хотя при знакомстве вы не спросили меня о профессии да но в данный момент бывший доктор вернее да уж кстати вы тоже бывший комиссар а комиссар наркомана уволен со скандалом облом увидев эту заметку полгода назад я крайне удивился а вам лучше не вставать ствол под плащом направлен прямо на вас ну он то не знает что он не выстрелит ни в коем случае что тебе надо мимфу 10 месяцев назад что вы делали в гейдельберге и еще 10 месяцев вам приказал сделать это 10 месяцев я не знаю именно вы убили супругов фортнер и журналиста маурера я этого не делал я только стоял на стрёме а кто их прикончил коллега мюллер ах твой твой дружбан да комиссар мюллер не он ли уволился вскоре после инцидента он загреб кучищу деньжище похоже зажил припеваючи а вы свой куш потратили на наркотики поэтому сидите здесь со мной этим все сказано он брал заказ он сам убивал он же отхватил основной кож вот козлы а затем чтобы убрать меня кто-то заткнул рот нашему начальству а и как же вы выжили до некая организация взяла меня под крыло некая организация от ну хватит уже отпусти меня в последнее время я слишком много болтаю в последнее время с кем а блин оставьте меня мне сейчас совсем не до этого типичный абстинентный синдром да но пока я сижу здесь полагаю наркоторговец не решится подойти я говорю же меня защитил малыш малыш то бар под названием конфетка там и встретитесь этот малыш кто он такой лидер ультраправых генсек двух ультраправых партий нацист малыш вслед за падением стены вернулся на восток ради создания города чистокровных немцев но они провалился и этот ариец вернулся сюда этот человек почему он тебе помог тьма берлинская стена обрушившись породила великую тьму чудовище родилось опять про юхана что ли говорят ка чудовище да отцепитесь уже мало мне той девчонки отстаньте какой девчонки пришла она ставила пушку дескать отомщу дочь убитых нами супругов она уже их повидала этих нина нина фортнер была здесь малыш предупреждал если эта девушка придет я должен немедленно направить ее к нему это девушка главная приманка черт главная приманка опять явилась с ёханом на контакт выйти каждый вечер приходишь как чего же упрямая а что если я хорошо тебе заплачу за промысел без разрешения малыша мне устроить черте что твои слова что ты сказала тварь чего так уставилась она знает айкидо малыша разыскивала эта девушка да пройдите сюда ну и рожа пройдите сюда классно нарисованы такие эти мертвые рожи которые которым нечего терять к у которой лица мертвы классно нарисовано посмотрите а какие амбалы ох она она с огнем играет классно нарисована кстати круто ну она с огнем и господи интерьер просто супер подождите пожалуйста здесь встаньте на этот символ и пожалуйста подождите на символ понятно у кого-то фетиши не так не так прямо на него да у кого-то сто процентов фетиши чё это такое кажись это малыш и он малыш в буквальном смысле да да он малыш в буквальном смысле я даже знаю кто бы в нем кто бы в него знаете эту песню сыграл в экранизации это же ронетас их будь моим малыш фрайля им не на фортнер на голума похож малыш утверждал лишь рождение второго гитлера наведет в стране порядок о все ясно это женщина для него приманка из йохана хотят сделать гитлера мина откуда вы меня знаете знаешь я буду обожать тебя другое ваше имя анна либерт хотя и это не настоящее имя имена какое до них дело как ни крути я тот самый малыш верно так танцуем танцуем вы знаете где мой брат как я слышала а йохан хорошее имя значит знаете в таком наряде встречаешь брата и с какой целью замочить его убью этого мерзавца у него макаров только без грубостей не нервничайте пожалуйста все в порядке йохан вскоре предстанет перед вашим взором а он не трус хотя мне он очень сильно не нравится очень сильно не нравится какая то мелкая мразь я жил здесь когда был пацаненком поэтому знаю здесь все ходы и выходы там впереди антикварная лавка попробуй загнать там ковер геккель что такое денег нет дяденька геккель не умничай я пытаюсь добыть что-нибудь тебе на ужин поблагодарил бы что ли ну он хороший мужик тварь конечно но хорошая тварь даже не уместное слово глянь дела такой мерзавец в чем дело дяденька тут черт возьми турецкий квартал кажись основали турецкий квартал это подделка уверяю о чем ты говоришь этот узор это фрактура это определенно ручная работа это искусственный ворс увы как ни жаль больше ста марок я не дам устраивает да чего же я тебя ненавижу предыдущий хозяин немец первым бы десять тысяч марк дал тогда идите высвояйся хоть ты и старше меня и великий знаток ковров я тоже не лыком шит к вашему сведению вон тот настоящая классика это стопроцентный домотканный ковер из херики приглядитесь внимательно даже в малейших деталях абсолютно нет изъянов как минимум сто пятьдесят тысяч марок наверняка подделка раз этот ковер по твоему поддельный и узор не такой идем дитер турков в этом вопросе не обманешь никогда это для них священное они все об этом знают я вообще-то голодный облом он настоящий зуб даю это подлинная вещь и всего за сто пятьдесят тысяч кое-где за него восемьсот тысяч марок отвалят да ладно эй давай чего-нибудь съедим заткнись съедим что захотим если как-нибудь сможем его добыть это как понимать добыть круглый дурак что ли чего ты так вылупился ворюга чего вы себе позволяете я оскорблен оскорблен ты ворюга это факт ты ворюга минутку что вы делать извините если вы приняли меня за клиента я совсем не о том вы явный азиат беззаботно зайти туда выпить рюмка и быть убит ни за что внутри упертые правые вы новенькая из косово полагаю не опасно ли промышлять тут в такое время насмехаться такие отбросы и зачем мне завлекать мою подругу компания их людей похитила в прошлую субботу она какой-то секрет поведать может так секрет я совсем ничего не знать но если ее быстро не вытащить что с ней будет у меня есть знакомая девушка она тоже там что за девушка может быть длинноволосая блондинка знать бы какие у нее сейчас волосы эту девушку недавно увезти на машине куда именно я не знаю но малыш был в машине думаю в особняк этого типа малыш какая марка машины и цвет красный мерседес кажется ладно в любом случае надо найти эту машину и проследить за ней красный моя подруга спасите ее тоже прошу у нее дома остается крошка ребенок пожалуйста про косово тоже отдельно расскажут подбили кто это сволочи да ультраправы между прочим японцы были за вас во время второй мировой войны я не подог вот господи чуть не пройдите сюда чуть не перед этим прошу вас сдать свое оружие молодец теперь прошу входите садитесь где захотите и кто ты о дынька кушает дыньку и мне он не нравится малыш доставил девушку полагаю это вы покажите свое лицо а чё не видишь что ли о очень красивая девушка несомненно еще бы ведь вы сестра близнец Йохана прикольно это чтобы добросить я профессор гейдритс это Йохан снятый вместе с генералом вольфом есть еще двое мы вчетвером возглавляем организацию какую хотите запретный плод овы нет покажите мне Йохана пожалуйста покажу конечно как только он узнает что вы здесь то тотчас же прибудет вы ему зачем то нужны так вы еще не знаете где Йохан он нам крайне необходим да понятно для руководства над нами а вы знаете почему гитлер набрал такую силу это был умный деятель хорошо разбиравшийся в трех вопросах это был сволочь обиженный на весь мир и истеричка он контролировал банки индустрию и армию поскольку сам был военным сейчас Йохан затаился в одной из этих систем как думаете это возможно или наоборот нет что вы хотите сделать с Йоханом однако гитлер завладел этими отраслями благодаря своей харизме гитлера не приняли в художественную школу в армии он дослужился лишь до ефрейтора его харизма проявлялась только в тридцатилетнем возрасте ага между тем Йохан и Ной с раннего детства он обладает чудовищной харизмой прямо Иисус Христос не так ли однако не следует забывать первыми способности Иисуса заметили трое волхвов Иоанн Креститель эти четверо были удивительными людьми мы четверо еще в период детства Йохана обратили внимание на его таланты ну и сам ну и самомнение что я должна делать я хочу задержать вас здесь пока Йохан не прибудет для встречи с вами он вас порешает хотелось бы обойтись без попыток побега вы ведь уже сделали первый шаг не беспокойтесь я здесь по своей воле поэтому дождусь Йохана он вас убьет он вас убьет итак хотите запретный плод он вас убьет всех вы не понимаете с кем имеете дело вы не понимаете он вас всех порешает его нельзя контролировать его нельзя учить ты кажется очнулся рожа можешь не волноваться кажется обошлось без переломов не что же вы делаете в этих краях везуха доктор тэнма а откуда вы меня знаете здесь вопросы задаю я а ты должен на них отвечать пошел ты чего ты добиваешься ищешь Йохана зачем это тебе убить его Нина где она вопрос вопросы здесь задаю я даже меня даже меня это раздражает Нина зачем она вам не смей допрашивать я хочу его поймать Нина почетная гостья в отличии от мусора вроде тебя значит она в безопасности а почему он мусор пока что но она крайне опасна с таким милым личиком она убьет Йохана как малька а таких людей в конце концов избавляются не на лишь проводник Йохану вот значит как что вы за люди чем вы занимаете опять допрашиваешь вы недочеловеки и допрашивать меня не имеете права не да раз вы так зазнались пусть же весь ваш квартал сгорит дотла ваш он же японец они были вообще-то за германию во время второй мировой войны как бы весь квартал точно завтра вечером небо будет прекрасного цвета они хотят сжечь турецкий квартал такие случаи в истории реально имели место в районе 90-х годов в этом месте я встречусь с Йоханем потом расскажу молодец молодец ваш ухо умница какой-то процент мозгов ее брата от ее брата у нее есть а и вообще она училась на юридическом так что более или менее может понимать ситуацию молодец я крайне я крайне это не удивлен а восхищен кто-то бьет а кто-то бьет об трубу об трубу кто-то бьет внимание помогите кажется это подруга той или женщина из Косово кто проститутка помогите в каком вы месте три этаж она так вы не в ладах с немецким откуда вы родом турция меня убьют она турчанка если я не выберусь отсюда вас заперли там эти люди верно помогите да но я в любом случае не могу уйти умоляю помогите если не поспешить мой ребенок умрет а почему умрет ребенок завтра ночью для Йохана устраивается дружеская вечеринка в этом мире лишь подобные нам люди высшей расы имеют право на жизнь а все остальные сгинут в огне как я хочу чтобы тебя наконец-то грохнули я случайно подслушала их разговор вечером завтра они устроят пожар турецкий квартал они подожгут его помогите помогите ну да короче они собираются реально турецкий пожар это в турецком квартале устроить пожар ох ситуация заворачивается так насколько мы поняли прошло уже 10 месяцев с того дня когда ну не 10 месяцев полгода примерно кажется прошло с того дня когда тэнма сбежал и начал поиски и 10 месяцев прошло с убийства эх приемных родителей Анны и Нины Анны Нины прежде чем перейти к обзору хочу сердечно поблагодарить всех кто приобрел подписку и стал горгушей на бусти где я выкладываю все созданные мной серии на сутки раньше не вырезая музыку и не маскируя картинку также хочу поблагодарить своих подписчиков за донат на бусти мне очень приятно делать данный контент и будет вдвойне приятно если вы дорогие подписчики поддержите меня звоном монет кто сколько может ссылка в описании по скриптам код ГЕС выкладываю без ограничений на бусти в открытом доступе также большое спасибо спонсорам канала горгульчикам и горгулятам так о многом чем надо поговорить на самом деле потому что здесь такие мелкие моменты нам рассказали которые затрагивают вообще всю геополитическую и вообще обычную ситуацию историческую в 90-х годов на всей территории восточной СССР на самом деле бывший восточный СССР на самом деле потому что ну тут очень много например ну ладно хорошо начнем с простого вот первое что нужно сказать что проституция в Германии легализована официально разрешено и между прочим облагается государственным налогом короче девчонки должны еще своей кровно заработанный еще и налог платить это первое второе так вот дальше по поводу косово там была проститутка которая была беглянка из косы она мигрантка которая отвела и завела в переулок чтобы он не попал в этот бар ультраправых внутри упертые правые вы новенькая из косово полагаю то 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 зачатки всегда из зачатки которые очень хорошо видны и вот многие видели скорее всего убежали на запад после того как стена развалилась вот пожалуйста одна из иммигранта которая поехала за лучшей жизнью в итоге не нашла и приходилось торговать собой итак теперь по поводу поджога турецкого квартала такие случаи в истории реально имели место в районе 90-х годов это было между прочим не сказать что частое но имело место быть несколько случаев некоторые из них полностью эти преступления раскрыты некоторые нет именно в германии происходили такие вещи начале 90-х после объединения германии тема иммигрантов особенно беженцев широко обсуждалась германии несколько случаев насилия над иммигрантами предшествовали событиям в золингене золингене поджог золингене так отдельно это один из самых жестоких случаев насилия над иммигрантами в современной германии в ночь с 28 по 29 мая 93 года четверо молодых немецких мужчин относившийся к ультраправому движению скинхедов имеющими связи с и неонацистами подожгли дом большой турецкой семьи в городе золинген короче смысл в том что вот это был не единственный случай я его до конца не хочу читать честно сказать и потому что ну это слишком ужасно но знаете в этом аниме я в очередной раз удивляюсь как на эти вещи обращают внимание как это вставляют тем самым ожива оживляют оживляют именно события которые происходили тема прямо тема прямо понимаете входит в ситуацию входит ситуацию которую реально почти практически реально данный момент ясное дело не выдуманные но эти ситуации которые показаны в данном произведении в этом аниме монстре они очень грамотно показывают настроение мысли и ужасные события, которые происходили реально. Только они не пользуются реальными событиями, ясное дело, да, они пользуются теми настроениями, теми фактами и меняют, ясное дело, по какие даты, места и так далее. Это нормальное дело. Смысл в том, что они передают саму атмосферу Германии тех лет. И что самое интересное, наши герои имеют к этой атмосфере непосредственное участие. Это очень здорово. Например, знаете, похожую ситуацию можно вспомнить в любом романе. Например, давайте возьмем «Войну и мир», да? Ну, например, возьмем Балконского, Безухова, Элен и так далее, Ростовы, понимаете, да, о чем я говорю. И, понимаете, эти персонажи выдуманные, но эти выдуманные персонажи присутствуют и даже имеют влияние на исторические моменты 1805 по 1812 годы. Смысл в том, что вот даже Тенма как персонаж, он сейчас присутствует в этой ситуации и косвенным образом чуть-чуть на нее влияет. Вот это тот же прием здесь вставлен. Историческая ситуация и вымышленный персонаж, который нам, через историю которого нам рассказывают абсолютно вот и показывают всю атмосферу Германии. Здорово, здорово, правда. Это надо, между прочим, быть очень... Надо набрать море реалистичной подробной информации, чтобы все вот это сделать. Тут проведена глобальная работа, очень сильная работа проведена. Между прочим, про ультраправые движения в Германии тоже хочу отдельно сказать. Дело в том, что вот это очень интересный вопрос, почему они очень сильно показаны сейчас в данном произведении. Во-первых, они были всегда. Во-вторых, что самое интересное, в конце 80-х, в начале 90-х годов, количество членов ультраправых движений резко подскочило тогда. И, между прочим, она продолжает... Она продолжила после 90-х развиваться. Например, самой успешной партией стала национал-демократическая партия Германии, которая набрала 9,2 голоса от избирателей в Саксонии, в 2004-м году. Короче, там эти настроения имели место быть, и они даже поджигали дома турецких мигрантов, и очень активно действовали. Не сказать, что это хорошо, но это факт. Что ж, из Йохана хотят сделать нового Гитлера. Он нам крайне необходим для руководства над нами. Честно сказать, про Гитлера у меня очень плохое мнение по всем фронтам. На самом деле, серьезно. Потому что ничто, вот все, что совершено исходя от него, сколько бы хорошего он не сделал бы для немцев, дал работу и так далее, ничто не оправдает то, что сделал он и его прихвостни. Никогда. Вот серьезно. Никогда. Ни в коем случае. Снова же, между прочим, хочется вспомнить фильм «Нюрнбергский процесс». Великолепный фильм, который показывает, как, как, как Гитлеру получил, как у него получилось эту вот захватить власть. Вот, посмотрите, еще раз советую фильм «Нюрнбергский процесс». Кажется, я в одном из аниме об этом уже говорил. Еще раз советую этот фильм, потому что там очень грамотно рассказывается, как Гитлеру, этому фанатику, который просто харизматично базарил, как ему удалось это сделать. Как? Там очень красиво подробно объясняется психология отношения немцев тогда, в то время. Между прочим, хочется сказать, хочется сказать, что вот сейчас объединение Германии и так далее, вот то, что вот эти люди прямо вспыкнули эти национальные движения, хочется сказать, что ясное дело, им нужен какой-то харизматичный лидер, они нашли въехание этого лидера. А то, что он не немец по национальности, а я помню, что он не немец по национальности, нет. Вы недочеловеки и допрашивать меня не имеете права. А им пофиг. Но почему-то мне кажется, что Йохану абсолютно по барабану их идеи. Но они хотят на него выйти и поставить его во главе, они хотят его контролировать, им нужна его харизма, убеждение, сила убеждения. Но они не понимают, с кем имеют дело, они не понимают, он уничтожит их, он их зароет, выплюнет и не подавится. Я вот в этом уже уверен. Что ж, она или Нина, я даже не знаю, как ее назвать, она меня удивила, она меня удивила, девочка молодец. Валевая, волевая, сильно волевая, ну конечно, сестра Йохана другой не может быть. Я просто не понимаю, вот мы до сих пор не знаем, как Йохан, почему Йохан сломался, мы этого до сих пор не знаем. И почему парень сломался. К сожалению, кажется, нам это пока не суждено выяснить. Что ж, то была 15-я серия монстра. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте, а также на Бусти, где я выкладываю монстра на несколько серий вперед. Удачи, увидимся уже на 16-й серии. Субтитры создавал DimaTorzok